И когда здоровый человек попадает в общество такого, как я, то он чувствует себя некомфортно. Монолог о нелегкой судьбе слепого человека в современном мире – это театральный эскиз по книге Сергея Сдобного «Не вижу текста», который поставила начинающий режиссер из Санкт-Петербурга Евгения Колесниченко. Она выбрала социально значимую тему и раскрыла ее в нестандартном для классического театра формате. Книжка охватывает радиус людей, ну вот такой, да. А мы, прочитав и принеся ее сюда, этот радиус расширяем влияние этой мысли, этого желания поделиться абсолютно позитивного и доброго, без всяческого, как говорится, наезда на людей, видящих. Поэтому я бы сказала, что это просто попытка, чтобы театр все-таки социальную, вот эту полезную миссию, чтобы он ее выполнил. Евгения и еще девять участников вышли в финал конкурса для молодых режиссеров. Проекту уже два года. Его уникальность в том, что реализацией занимались студенты-магистранты и самостоятельно получили необходимое финансирование. Мы организовали этот проект в рамках обучающей программы, как практикум, для того, чтобы магистранты и продюсеры научились выпускать и реализовывать проекты, реальные проекты в жизни. Потому что ДНК этой программы – рынок для студентов, а студенты для рынка. В этом году у нас было 67 заявок от 50 участников из 19 городов. И, соответственно, 10 эскизов выходят на финал конкурса. Кроме конкурсной части, в проекте есть и образовательная программа. Театральный критик Павел Руднев читает лекции про режиссерский театр и классическую пьесу на современной сцене. Эскизы предоставляются на суд компетентного жюри. И они решают, кому отдать победу, а вместе с тем – шанс на реализацию своего проекта. Должен быть оригинальным, поскольку у нас все-таки резиденция, оригинальные режиссуры, наш рупор. Во-вторых, наверное, мы должны понимать, насколько это реально, насколько это осуществимо, насколько это живуче. Потому что, конечно, не хотелось бы, давая зеленый свет любому проекту, чтобы он потом в дальнейшем не реализовывался. У проекта пять партнеров, учреждений культуры. Лауреаты конкурса получат возможность поставить лучшие работы на большой сцене. Мария Ильевна, Василий Кладашов. События.